Всем привет! Вы на канале Сахар Феджио, и в этом видео мы с вами будем делать песню прям с нуля. Я не хочу сказать, что так надо делать, но так делаю я. Я буду вам показывать, как песню делаю я. Мы с вами пройдемся по 11 вот таким вот пунктам. Идея, название, текст, ритм, гармония, мелодия, аранжировка, запись, вокала, сведение, мастеринг и публикация. То есть, вы видите, достаточно много пунктов. В принципе, тут полноценным можно было бы курс записать, но я постараюсь все это уложить обзорно в одном видео. Соответственно, видео может получиться очень длинным, но уж не обессудьте. Можно смотреть его на повышенной скорости, YouTube это позволяет делать. Тем не менее, если вы захотите что-то как-то более подробно углубиться в это дело, то контакты для связи есть. Как бы можете подробно у меня потом узнавать все это дело. Какие будут условия, еще пока не знаю, но, скорее всего, не бесплатные. Так, значит, идея названия. Я создал тут небольшой сервис. Он называется генератор тем для песен. Находится он вот по этому адресу. Темы. Темис.сахарфеджио.ру Работает это дело очень просто. Здесь есть три кнопки. Называется одно слово, два слова и три слова. Нажимаем, допустим, на два слова. Вот. Пригодность мужичья. То есть, в чем смысл? Ну, я не хочу сказать, что здесь прямо все гениальные будут песни. Пропинация играет. Жизнь. Ощущения какие-то промышленные. Смешно. Вот. Смысл в чем? Значит, здесь есть база данных существительных, прилагательных, глаголов в разных формах, в разных споряжениях, складнях и так далее. И когда вы нажимаете на кнопку, допустим, два слова, он берет и по разным схемам, подлежащее плюс сказуемое, или существительное плюс прилагательное, он создает словосочетание. Просто рандомно, абсолютно случайным образом. Как будто вы кости бросаете, да. Вот. Но среди вот этого вот всего многообразия вполне возможно, что может попасться что-то, то, что вас зацепит. То есть, если у вас вообще нету фантазии, о чем писать, да, или каких-то даже наметок для идей, то это может быть... О, изумруд мой. Ну, может быть. Можно поменять местами мой изумруд написать. Так. Почтовый... Господи, несметный аптекарь. Ну, короче, ржака, да. Вот три слова нажимаем, да. Заматывай эгоистичный шехтовальщик. Так. Короче, здесь можно зависать, я так думаю, надолго. Мне самому интересно. Вот. Или одно слово. Закатывай. Что закатывай? Истерику? Ну, может быть. Вот. Короче, я сейчас потыкаю, да, поставлю запись на паузу, потыкаю, потыкаю, посмотрю, что мне больше всего подойдет для песни, но то, что меня зацепит. Приумножай, шестибальный, вытаскивай. Трон. Трон. Почему бы не написать песню с названием Трон? То есть, мы сейчас идем от названия. Вообще, конечно, хорошо идти от идеи, то есть, от пункта номер один, то есть, когда вы вообще знаете, о чем будет ваша песня, но иногда бывает, что идея приходит от названия. Поэтому вот мы работаем над пунктом номер один и над пунктом номер два. Заразительное. Авивай. Упрощай. Насаживай. Недосказывание. Забивай. Ладно, удаль. Не буду вас томить. Все, вернемся к этому видео, когда я выберу название для песни. Итак, путем 15-минутного перебора разных тем было выбрано пять, из которых мне, ну, я как бы оставил все пять. Я сохраню в секрете, какие именно, потому что это мне пригодится в будущем. Но вот одну из них я выбрал. Здесь красным цветом я обозначил, называется она молитва. Будет песня, называется молитва. У многих авторов, исполнителей есть песня с таким названием. Ну, почему бы мне тоже не написать что-то типа такого. молитва. Соответственно, идея. Идея у нас будет идти от названия. Что такое молитва? Давайте разбираться, что такое молитва. Молитва – это, ну, какая-то просьба. То есть, какая-то просьба, к кому мы можем обращаться с молитвой. Явно же к Богу, к Всевышнему, к Аллаху, там, кого вы верите, как вы называете данную идею божества. Вот тому и будем обращаться. Так. Хорошо. Обращение есть. Дальше. С чем у нас будет обращение? Можно просить для себя, можно просить для своих родственников, можно вообще, в принципе, просить там мира во всем мире. Значит, поскольку мы пишем песню, да, для людей, то, конечно, наверное, им будет не очень интересно слушать, как я прошу там себе чего-нибудь, себе здоровья, счастья. То есть, наверное, все-таки мы будем просить. Давайте сразу будем писать. Сейчас будем просить, просить или молить, я пока не знаю, молить, просить, молить, через дефис мы напишем, просить, молить, Господа, о чем-либо. О чем мы можем просить? Ну, что-то материальное вряд ли он нам даст, да. Может быть, какие-то, какие-то идеи, чтобы нам пришли, да, чтобы он нас направил куда-то в осознание, да. Вот, вот, мы будем просить, просить осознание. Я еще уберем молить. Пускай будет просить осознание. Осознание в чем? Ну, как бы, да, вот у нас есть какой-то путь, мы не знаем, куда, куда по нему идти. И вообще, люди, мы же в общем пишем песню, да, люди не знают, куда по нему идти. Мы будем просить, вот, дать нам осознание, как, собственно, этот путь пройти. Так, делаем паузу, думаю, когда что надумаю, возвращаемся к этому видео, расскажу. Какие-то мысли появились. Значит, что говорят священники? Священники говорят, что большая проблема в том, что очень много стало людей, атеистов, неверующих. То есть, песня будет начинаться про то, что человек, люди теряют веру. Теряют веру. Так, давайте мы сразу откроем наш Word. Так, теряем веру. Так, и мы должны это как бы понять, да, что мы должны понять, что мы теряем веру. Значит, получается, мы будем у Бога просить, что, Господи, дай осознать, осознать, как мы теряем веру. Так, мы теряем веру. Знаете, поменьше шрифт сделаем. Все влезло. Видно так? Наверное, вам так будет не видно. Чуть больше. Сейчас. Секунду, технический момент. Господи, дай осознать, как теряем. А почему, как теряем? Разными способами можно теряять. Что теряем? Что теряем? Что? Что мы теряем? Что мы теряем? Что теряем мы? Вот так вот. Что теряем мы? И утеряем мы веру. Теперь считаем слоги. То есть, мы делаем, смотрите, как. Иногда бывает, начинают писать от мелодии. То есть, идет какая-то мелодия, потом под нее пишут слова. И тогда, если эти слова записать в виде стихотворения, они совершенно не читаются как стихотворения. То есть, они читаются именно как песня. То есть, там ритмика разная может быть в строчках. Я люблю делать песни, которые представляют собой литературу. То есть, которые без музыки можно прочитать стихами. И это будет полноценное ритмическое стихотворение. Соответственно, мы будем считать слоги. Господи, дай осознать. 7. Нормально. Что теряем мы веру. Тоже 7. Господи, дай осознать, что теряем мы веру. Тара-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ломанный ритм какой-то. Господи, Господи, Господи. Боже, дай осознать. Боже, дай осознать. Боже, дай осознать. Боже, дай осознать, что теряем мы веру. тара тара тата тара тара татара так как-то так 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 обожим боже боже уже боже праведный боже праведный боже праведный тара 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 тата о боже праведный дай осознать старый тара татара что теряем мы веру что теряем мы веру что громко сказано конечно веру веру то человек не теряет если она у него была у него может ослабевать в целом конечно общество теряет веру давайте мы заменим на меру вот не знаем меру потеряем мы чувство и меру теряем мы правду нет совесть потеряем мы совесть и меру так смотрим боже правильно да и осознать что теряем мы совести меру тара 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 ну мне мне ритмика нравится темы совести меру хорошо пусть так все сейчас я думаю пока особо освобождаю ваше время лучше будем делать паузы и я как что на думаю опять вернемся придумал следующую строчку и хотим мы себя ощущать мы богами и хотим мы себя ощущать мы богами нет нужна рифма к слову меру значит рифма к слову меру 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 есть у нас сайт сейчас я вам скажу как он называется а вот просто в яндексе вбивается подбор рифм форме до генератор рифм называется он рифме и как и с точкой в м е . нет рифме нет да вот тут сразу видите слова сейчас я вам напишу чтобы вы видели адрес так сейчас добавить текст секундочку о какой большой получился вот вот так она звучит не реклама вот ну сам пользовался нравится как бы вот такой вот рифме нет видите давайте отключим значит на этом сайте можно зайти и меру давайте визу меру ищем рифмы более точные рифмы милиционеру карьеру офицеру инженеру эру эру серу аферу фанеру ну короче тут много чего можно эру 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 эра эра это эпоха да то есть как бы наша эра современность и хотим мы себя ощущать мы богами вот эту эру и властинка так пока на хотим мы себя ощущать мы богами вот эту первым хотим мы себя представлять не больше надо представлять уже ощущать как ты себя ощутишь представить при помощи всяких побрякушек чем больше побрякушем побрякушек тем человек себя больше считает крутым да то есть он может только представлять ощущать на себя не сможет так и хотим себя представлять опять же мы хотим мы мы богами не нравится мы мы повторяется и хотим себя представлять и хотим мы это же хотим мы мы вот две мы подряд согласных звучит не очень хорошо мы хотим мы и хотим и умеем 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 нет не умеем мы научились почему потому что до мир такой как бы мы раньше этого не умеем 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 уме богами творцами 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 творец ну хотя творец к творчеству относится бога тоже нужно творцом назвать так мы творцами в татарата эру здесь парадокс должен быть вроде как и есть бог вроде как и не то блога мы творцами в неверие безбожье безбожья эру с по жилья безбожья эру красиво научились себя представлять 9 словов мы творцами безбожья эру 9 и 10 9 10 давайте сразу пишем 10 9 я записываю всегда почему потому что я люблю чтобы у меня но следующие куплеты и припевы чтобы они как бы совпадали под одну и ту же ритмику мы уже праведный тайк осознать а 9 что теряем мы совесть и меру 10 все прекрасно 9 10 9 10 ровненько тара 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 тата тара 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 классно ритмика меня устраивает все так умбуром гурум 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 все останавливаем сейчас я буду думать дальше что у нас будет как продвигаться песенка до связи придумал еще две строчки пока они такие тоже кривые но тем не менее значит стали мы словно стая волков побеждает лишь громкий и сильный волков побеждает ли громкие сильные теперь ритма к слову волков волков каков таков христов христов давайте запишем пока христов опять же нас могут смотреть не только христиане кто христа почитает но и католики у кого дева мария такс христов волков стая волков стая станция на дружно это стая свора волков свора словно свора 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 волков христов блин такая рифма нехорошая волков христов нет не нравится пускай будет стали мы стали мы словно 40 40 собак лишь гонки и сильный собака она аукор значит не сильная нет побеждает лишь побеждает лишь кто громче лает побеждает лишь кто громче лает лишь кто-то скороговорка побеждает кто громче за лает побеждает кто громче за лает под огром че зала че зала и лучше всех лучше всех вот громче всех лайк вот так стали мы словно свод с вот много с стали словно свора собака несет стали мы будто до будто будто свора собак побеждает как громче всех лает собак смотрим рифму к собак с первой попавшейся что придет слабак бардак как никак 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 не угомонимся никак не идем так почему не днем правду никак побеждает кто кто громче всех лает а спокойным а спокойным спакойным не выжить не спокойно молчаливым молчаливым и дым молчаливым не выжить никак light хорошая хороший сайт если не знаешь рифму можно прям посмотреть идеи покачает помогает почитаю преобладает избегает так не выжить никак чего-то там он избегает не выжить никак то молчит тут всегда проиграет вот то есть да уточняем про молчаливый кто молчит всегда проиграли опять же чу всегда кто молчит вот так это проиграет тот в бою пою нет почему бой борьба придет этот борьбе проиграет так стали мы будто свора собак побеждает кто громче всех лает молчаливым не выжить никак кто молчит тут в борьбе проиграет ну допустим сейчас редко так стали мы будто свора собак 9 побеждает кто громче всех лает опять 10 прекрасно молчаливым не выжить никак 9 шикардос то молчит тут борьбе проиграли 10 совпало ну отлично хорошо убеждает запиталька можно сразу знаки припинания расставлять я люблю как бы так отключаемся будем сразу придавать форму произведению значит у нас будет в начале вступления музыкально имеется ввиду вступления это у нас куплет сделаем шрифт посадка видно вот сюда пока так будет получше больше места так значит что у нас будет получается вот куплет он состоит из двух четверостишье дальше нам нужно придумать припев поискому репев потом после припева у нас будет еще куплет это либо одно либо 24 стишья и и и и и и и и после куплет опять мы повторим припев и финал но опять же музыкальный финал имеется ввиду из двоеточие где-то вот такая структура у нас будет теперь значит на старым куплетом мы еще подумаем с вами припев припев должен быть достаточно общим и по ритмике он будет наверное другим он должен быть более певучим то есть если если у нас здесь вот такая идет жесткий ритм тара-тара татарата там тара 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 татан то припев он должен бы выше то-то-то-то растяжную то есть он может быть по размеру такой же да но за счет того что он будет как короче будут строчки то есть не 9 не 10 меньше скорее всего будет то их можно растягивать их можно растягивать и тогда будет отличаться думаю пока думаю на думаю возвращаемся так я придумал записал вот значит я за вас боюсь я за вас молюсь не покинь ты нас в этот сложный час то есть в припеве уже как бы пора обращаться потому что мы здесь начали просили то есть боже правильно дай осознать то есть мы его просили до осознать потом мы писали про себя что какими мы стали мы такие такие то вот такие вот помолчит проиграет и дальше опять мы в припеве должны просить то есть не покинь ты нас в этот сложный час сложный чатова пускай будет трудный час трудный это трудный час вот опять 2t получилось нехорошо да в этот в этот сложным было лучше в этот сложно сложный в этот трудный с другой стороны 2t их трудно произносить то есть пускай даже и произносится она трудно вот такая такое себе до объяснения но нравится мне больше трудно так я за вас молюсь за вас боюсь я за вас молюсь не покинь ты нас за кого за вас и за вас молюсь я за всех молюсь я за всех молюсь правильник слушать и за всех молиться так я за всех боюсь я за вас молюсь нет не так я за я за я за я за 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 людей за людей людей алюзь вот я за всех боюсь за людей молюсь и покиньте нас в этот трудный час я за всех боюсь это у нас 5 за людей за людей молюсь тоже 5 ровненько получится на не покиньте нас пятерка в этот трудный час до везде пятерка получилось при певе получилось пятерка я за всех боюсь я за всех молюсь не покиньте нас этот трудный час нормалек нормально даже сил понять дай же дай нам дай нам или мне дай мне сил нет нам нам сил понять а и смотрите что еще характерно у нас рифмы чередовались то есть осознать меру представлять эру собак лает никак проиграть через одна рифма шла до а здесь у нас получилось две подряд рифмы то есть боюсь молюсь и сразу наш час соответственно сейчас до соответственно здесь мы будем тоже нам нужно рифма к слову понять дай нам сил понять унять поддать так опять возвращаемся к слову к генератору рифм понять и понять а не помнить понять понять истину познать истину познать истину познать уже пять пять сил понять истину познать вот опять же нехорошо дай нам сил понять дай нам сил понять дай нам сил дай нам сил дай нам сил здесь истину здесь ударение прямо на первый слог и стену же мы говорим о истину и она криво ложится не истину правду тоже первый слог нам нужно слово чтобы ударение не падала на первый слог не истину твою истину тебя и тебя и тебя познать дай нам сил понять и тебя познать пупу 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 нам надо вернуться к тому что было раньше до того как вот у нас было вот это безбожья эра где она вот она безбожья эра дай нам сил понять и тебя познать и вернуться вернуться вновь где царит любовь любовь это же где такое счастье то нет может обрести вновь обрезь до обрести а то здесь и тут и и тут и пускай будет обрести же обрести же нет же обрести нам обрести нам вновь первую любовь до любовь веру и любовь хотя про любовь здесь ничего не писали что мы ее потеряли то есть мы в принципе веру ней мы меру потеряли здесь я хочу обрести веру и любовь возможно что то что мы потеряли меру как раз связано с тем что ослабла вера и когда мы просим обрести нам вновь веру и любовь обрести на вновь 5 веру и любовь ну пусть пока так может она меня и устроит может быть я за всех боюсь за людей боюсь не покинь ты нас это трудный час дай нам сил понять и тебя познать обрести я потом все знаки расставлю пока то что вижу то ставлю обрести нам вновь веру и любовь хорошо так все второй куплет втором куплете мы можем зациклиться мы можем сделать как вот здесь у нас в первой части куплета мы сначала просим а потом говорим кто мы а здесь в последнем куплете мы опять же будем напоминать кто мы а потом в конце в самом будем просить и в припеве когда припевы повторяться мы тоже будем продолжать вот это вот прошение да то есть мы выходим на просьбу из просьбы в в в куплете все думаю пока так я пока текст не придумал я придумал только идею про что здесь будет про то что мы завистники завидуем любим власть и что нам нужны только деньги а вот начнется с этого вот а потом мы будем просить его там ну что-то просить короче спасти нас от всего плохого пойду перекушу возможно будет лучше думаться как я был прав после перекусов начала думаться значит я здесь добавил две строчки упиваемся если от нас в этой жизни зависят другие вот так то есть ну как бы это власти да то есть это символ власти от нас зависят другие то есть мы имеем над ними власть этим и упиваемся а завистников мы не будем писать будем про вот это говорить пробиваемся если от нас в этой жизни зависят другие так и про деньги про деньги про деньги нас но от вот опять же нас у меня сразу возникла ассоциация без сайта нас глаз глаз не радует глаз значит деньги 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 вас деньги деньги нам и лишь или деньги деньги радуют глаз только лишь только только деньги на наш радует влаз ошибку на что за людей молю все так только деньги нам радуют глаз нам нужны только деньги это это но и есть упиваемся если от нас упиваемся если от нас девять слогов в этой жизни 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 зависят другие 10 слогов только деньги нам радует глаз 9 слогов нам нужно что-то придумать на 10 слогов мы готовы придать деньги нам радует глаз деньги 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 что для нас деньги деньги бога заменяют то есть мы и молимся мы молимся на деньги деньги у вас и молиться на деньги 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 живы нет живые на лицах блин хрен его знает деньги 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 эти эти иконы нет кон и законы иконы такие иконы такие иконы такие иконы такие иконы в кавычках что имеется ввиду деньги иконы так убиваемся если от нас в этой жизни зависят другие только деньги нам радуют глаз придаем за иконы такие придаем придаем за иконы или продаем 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 за и продаем мы иконы такие почему мы за даем за иконы кого мы продаем придаем да то есть до деньги во главу угла не для нас иконы или за них придаем да пусть бы так придаем за иконы такие 10 совпало совпало ну что остался один столбик и нам надо выходить на припев сохранимся так защите и защите от невзгод за год я молю я молю защите от невзгод я подскажи как нам совесть услышать я молю защите от невзгод 9 подскажи как нам совесть услышать 10 нескод произойдет наоборот какую совесть услышать голос совести как глаз на совести вот это видео на совесть глаз как же глаз как же совести глаз нам услышать уже так также уже совести глаз нам слышать прошу защите от невзгод совести глаз нам услышать пам-пам-пам-пам-пам нет не так никак же научи научи свой глаз голос 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 совести слышать или слушать слушать поставить или слышать без разницы я молю защите от невзгод научи голос совести слышать научи совести слышать 10 хорошо почему это невзгод так все думаем выключаюсь буду думать так я я придумал сейчас вам просто готовы прочитаю то что получилось нет невзгод у меня было от обид я молю защите от обид научи голос совести слушать сохранить человеческий вид помоги и спаси наши души вот так у нас будет здесь тоже сохранить человеческий вид 9 так помоги и спаси наши души 10 все все совпало вот у нас получается такая вот основа ну соответственно припев повторяется но финал это музыкальная фраза какая-то но мы написали с вами вернее я написал вы смотрели написали вот такой вот песню давайте вам прям зачитаю все цифры эти можно стирать почему потому что мы проверили что они уже по ритмике совпадают везде их уберу они нас не отвлекают сейчас я скажу что с этим текстом я обычно делаю что это еще не все написать мало надо еще кое-что сделать итак песня молитва давайте напишем молитва боже праведный да и осознать что теряем мы совесть и меру научились себя представлять мы творцами в безбожья эру стали мы будто свора собак побеждает кто громче всех лает молчаливым не выжить никак кто молчит тут в борьбе проиграет я за всех молюсь за люди я за всех боюсь за людей молюсь не покинь ты нас в этот трудный час дай нам сил понять и тебя познать обрести нам вновь веру и любовь упиваемся если от нас в этой жизни зависят другие только деньги нам радуют глаз предаем за иконы такие я молю защите от обид я прошу все таки будет я прошу я прошу я прошу защите тоже девяточка я прошу защите от обид научи голой совести слушать сохранить человеческий вид помоги и спаси наши души и опять припев я за всех боюсь за людей молюсь не покинь ты нас в этот трудный час дай нам сил понять и тебя познать обрести нам вновь веру и любовь вот все меня в принципе устраивает если я где-то найду какие-то заковырки но в принципе нет нет все меня устраивает значит что теперь я делаю пишем молитву дальше пишите автор автор слов но я пишу себя варентин полев дата создания так я потом пропишу дату создания значит пишем дата создания дальше домашний адрес сейчас расскажу зачем домашний адрес я вот я не буду заполнять я просто напишу в какой последовательности писать так паспорт номер соответственно номер и серия так кем выдан и когда и когда так и в самом низу вот здесь после финала вы пишете имя отчество фамилия и здесь будет подпись вот таким вот образом то есть вы из этого текста делаете документ желательно на один листик все вот это заполняете дальше расписываете ставите роспись подпись запаковываете это все в конверт и отправляете это себе самому по почте заказным письмом чек сохраняйте вот когда она вам придет у нас это обычно приходит или на следующий день или через день у нас тут почта рядом как бы она не идет через главную почту ну прямо с почты прямо же ко мне и несут это письмо вы его ни в коем случае не вскрываете а оставляете вы берете тот чек который вам дали на почте когда вы отправляли и скрепочка это или степлером подкалываете к этому письму и в дальний угол это откладываете для чего это все нужно если вдруг вы выпустите песню и у вас ее захоча или вы поделитесь с кем-то да там пока покажите предварительно до выпуска и человек попадется нечистым на руку решит у вас украсть текст то есть выдать его за свой он это сделает он напишет песню и выпустит получит свои лавры дальше вы обращайтесь в суд что вот у вас украли текст судья спросит как вы можете доказать что у вас украли текста тот клянется и божиться что вот это он это он все придумал что вы делаете вы достаете конверт не распакованы и говорите вот здесь вот доказательство здесь запечатана моя песню на конверте есть печать почтовый штемпсель на чеке есть дата когда это все отправлялась на конверте наклейка есть со штрих-кодом то есть ну как бы это видно да что конверт не распаковался что вот он целостности находится судья прям в процессе заседания открывает этот конверт видит действительно там этот текст находится то есть вы тем самым подтверждаете начальную дату когда вы придумали данный текст то есть вы доказываете свое авторство таким простым способом отдельно делаете слова распечатывать вот я сейчас сделал слова еще с их распечатаю и отправлю и видео это вот которое вы сейчас смотрите я выложу уже тогда когда мне придет это письмо обратно что но этим я себя обезопасил без опашу чтобы вы кто смотрит и кто хочет что-то нехорошее сотворить чтобы у него это не получилось вот я возможно даже вставлю кусочек того видео когда мне уже придет этот конверт ну что ж и так мне пришло два письма заказных письма которые я отправил сам себе то есть от кого и кому совпадает обязательно письма должны быть заказные когда вы отправляете песню да я не сказал в одном письме у меня текст песни во втором письме у меня ноты партитуры то есть все дорожки вот которые я писал нотами они все выведены на печать и записаны в письмо каждую свою перья много таких конвертов на каждую свою песню на каждое свое стихотворение я делаю такую вот штуку живу в беларуси сколько стоит 2 рубля 10 копеек вот такое письмо отправить то есть но это меньше чем 1 доллар можно сказать что это бесплатная защита вашей интеллектуальной собственности пользуйтесь таким способом мне адвокат подсказал что так делать в принципе можно потому что доказывание авторство лежит на вас если вы можете доказать вы доказываете вы можете использовать любые средства самое лучшее конечно доказывание это дата первая публикация то есть вы опубликовали песню все она доведена до общего сведения есть определенная дата ну вы автор по-любому но бывает такое что песня лежит какое-то время у меня очень много песен написано там на сегодняшний день больше 80 текстов а выпущена там порядка 15 песен всего они лежат письма есть то есть как бы зафиксирована дата так что вот такая такой лайфхак вам пользуйтесь вот соответственно все мы написали с вами музыку и сейчас они музыку написали с вами слова сейчас нам нужно будет придумать что значит у нас история есть образ есть нам нужно придумать ритм как это все будет в песня и придумать для начала простейшую гармонию музыкальную гармонию а потом уже будем ее каким-то образом усложнять именно так от гармонии можно идти можно идти от мелодии то есть сначала что-то напеть а потом гармонизовать эту мелодию называется да придумают на неё определенные аккорды но если у вас нету композиторского опыта и вы слушаете какую-то однобокую музыку ну так бывает очень часто что-то любимое человек постоянно слушает то в принципе у вас будут крутиться в голове одни и те же гармонии и ваша мелодия она будет вот сегодня напишите она будет такая завтра напишите другую мелодию она примерно будет такая же да то есть ходы определенные гармонические они будут у вас одинаковые если опять же нету музыкального образования нету опыта вот у меня допустим нет музыкального образования профессионального но опыт есть на самом деле то есть я пишу музыку слушаю музыку поэтому у меня проще когда я начинал у меня получались очень однотипной мелодии поэтому не по не попадитесь данную ловушку лучше все-таки начиная с гармонии опять же гармония будет держать вашу мелодию но гармонию вы можете продумать вы можете ее поменять вы можете ну как бы есть сайт такой там разные мелодии я не помню к сожалению его адрес может быть ну я я постараюсь найти в паузе между записью кусочков я найду и вам покажу вот там можно посмотреть какие гармонии то есть сочетание аккордов самые популярные какие гармонии редкие вы можете выбрать редкую гармонию и тогда ваша песня ну будет максимально отличаться от того что есть это с одной стороны хорошо с другой стороны если вы хотите написать попсу дату чтобы то чтобы нравится большинство людей то лучше выбирать все-таки простые гармонии которые на слуху которые люди уже скажем так постоянно слышат привыкли к ним вот то есть тут можно не выпендриваться конечно если вы группа queen то к вам приковано внимание людей и да какую гармонию вы не написали будет клёво будет хит вот но я думаю что вы не queen я тоже не не фредди иванович mercury да поэтому мы будем брать что-то среднее между редкой гармонии и частый ближе к частым ближе к частым мы будем брать но какие-то отклонения будем использовать то я пока делаю паузу сейчас немножко передохну и будем придумывать ритм я покажу как я это делаю так ребята я нашел этот сайт вот он называется пук теории точка ком смотрите вверху видно значит здесь заходите в раздел ресурсы и выбираете popular court progression популярные прогрессии аккордов и вот пожалуйста здесь даже можно будет послушать тут как бы корды вот аккорд c g a m f можно послушать можно прям на каждый нажимать так и сразу написано какие исполнители вот они какие треки на эту последовательность аккордов написаны здесь верхняя самый популярный потом ниже идут менее популярного допустим последовательность 5 аккордов это вот такие песенки то есть тут можно разных найти вообще шикарный сайт просто ну вот берете выбираете там что-то не сильно популярны где-нибудь там вот отсюда допустим вот пожалуйста аккорд f dm c g c интересно наверняка что-то уже напоминает вам почему потому что на эту последовательность аккордов были написаны сотни треков вот здесь написано 155 но их конечно больше в жизни но вот создатели сайта нашли 155 треков и сюда их классифицировали при этом здесь можно выбирать тональность то есть допустим вот сейчас c мажор до мажор можно по квинтовому кругу взять допустим транспонировать в d мажор оп и сразу аккорды поменялись то есть та же самая прогрессия но она уже будет звучать немножко выше там на два тона два полутона характер звучания тот же самый но он выше получился так дальше что здесь можно делать можно выбрать не мажор а минорное звучание допустим да она уже будет более грустная вот и вы выбираете прямо последовательность аккордов пожалуйста используйте свои песни классная штука на самом деле пользуйтесь смарт-п�� thee смарт-п degree м то в салиме смарт-пай смарт-п- д